Доброе утро! Вот мои шикарные апартаменты. Люди еще спят. На часах 6.15-6.20 утра. На 8.15 должен быть дизель. Поеду обратно в Антоновку. Вышел на улицу немного освежиться. Поеду в Антоновку. До вечера все равно делать нечего, а там хотя бы лес рядышком. По идее я могу на свой поезд и здесь сесть, но не знаю здесь обстановки, окрестностей. Поэтому тут будет скучно. Дизель уже ждет заранее. И снова привет, Антоновка. Дизель поехал дальше. Я иду тоже в ту сторону. Уже разведанную частично. На вокзалах сидеть скучно. Пойду в лес. Набрал по дороге лучи. Пригодится. И снова привет поездок. Еще и слива встретилась по пути. Набрал сливок. И для полного счастья еще пару яблочек. Дошел до пересечения с ширококолейкой. Старой. И подумал. Может пройтись по ней и посмотреть куда она ведет. Все равно в лес идти. Дорога заросла травой. А между тем начал моросить дождь. Как бы не пришлось мне обратно на вокзал возвращаться. Впереди кого-то видно. Железнодорожник что ли. Железнодорожники. Дорога скоро заканчивается. Работники сказали что тупик здесь. Справа. Какая-то лесопилка. Не совсем тупик я бы сказал. Дороги сходятся. Путь продолжается. Стрелка. Позади остался такой пейзаж. Впереди действительно тупик. Его они имели ввиду. Наверное. Горка. Песок. Вот такая короткая дорога. Рядом идет шоссе. Вышел прямо к колючим кустам ежевики. Нужно как-то перелезть через эти колючки. Нашел место чуть левее без колючек. Пройдемся по шоссе. Дорога поворачивает налево. Пасутся индюки. Домики впереди. Домики впереди. На деревьях скворечники. Дорога впереди разветвляется. Дорога впереди разветвляется. Направо идет через село. Налево выходит в поле. Вышел к полю. И Антоновка здесь заканчивается. Прошел дальше по трассе. Здесь указатели. Налево дорога идет на Чакву. А прямо вижу впереди лес. Направо еще одна дорога. Я иду по прямой. Дорога пошла длинным изгибом влево. Проезжают трактора. Кипит сельская жизнь. И снова дерево алычи. На дороге еще одно впереди. Доры природы повсюду. За алычой идет грунтовая дорога направо. И ведет она, судя по всему, к лесу. Пройдусь-ка я по ней. Впереди белое поле. Такие вот цветы. Время сейчас 10 копейками. До поезда еще 12 часов. Время для прогулки есть. А дальше пошла и совсем жесткая тропинка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Над полем витают ароматы трави цветов, поет ветерок, жизнь налаживается. Тропинка вывела к травяной дороге. И налево она идет ближе к лесу, двинуть дальше по ней. Сегодня на дизеле была та же кондукторша, что и на поездке. Она меня узнала и удивлялась, что я все еще путешествую. Вижу, что скоро обо мне здесь начнут ходить легенды. А учитывая, что и машинисты несколько раз меня видели, и разные люди, то слухи уже точно ходят обо мне. Туристы здесь все еще редкое явление. Хоть я и не первый, кто снимает видео об этой вскакалейке, но, видимо, первый, кто при этом прошел ее пешком. Вот я и подошел к лесу. По дороге встретил парня, который приехал сюда на мопеде. Впереди столбики, береза. И я по этому полю пойду к лесу. По полю можно было и не идти, так как дорога оттуда, кажется, и ведет сюда. Какая-то полянка видна. И здесь сразу видна брусника. Полянка такая болотистая. Пройду немного по дороге. Началась черника. И все больше появляется уже подзабытых комариков. Подошел к раздорожью. И здесь справа вижу неплохое место. Остановился у сосен и берез. И здесь отдохну. Место хорошее. Комаров нет. На часах из 20-12 время еще есть. Буду наслаждаться природой. Разжег костер. Как видите, в походе времени на это не хватало. Я и продукты с собой предпочитаю брать. Такие, что не нужно готовить. Это экономит массу сил и энергии. И не нужно таскать с собой посуду. Да и для здоровья полезно. Друзья, обязательно выбирайтесь походы и путешествия. Выходите из своих тесных квартир и домов. Или даже просторных квартир и домов. И едьте в новые места. Потому что оно того стоит. Ваша жизнь наполняется новыми красками. Ваша жизнь становится более богатой именно ощущениями. Какие-то трудности в походе. Какие-то радости. Какие-то открытия. Все это делает вас более живым. Более настоящим. И это, еще раз скажу, того стоит. Пока отдыхал, сочинил песенку. На далекому полиці, у загублених лісах, через хащі і болота, пролягає дивний шлях. Вузько-колійка, через поліся, пісня лунає, в'ється димок. Вузько-колійка, через поліся, йде в Антонівку наш поїздок. Вузько-колійка, через поліся, йде в Антонівку наш поїздок. Вот где еще можно так весело погорланить песни? Вспоминаю сейчас свои вчерашние съемки на поїздке и удивляюсь, как я оттуда не вылетел на одном из виражей. А их было более чем достаточно. Учитывая то, что на современных поездах хорошая амортизация, там ее практически нет. Его вагоны болтают стороны в сторону, толчки вперед-назад, подскоки, спуски. И так постоянно. И при этом нужно одной рукой снимать, а другой держаться, ногами куда-то упираться. И вот в таком режиме это было, конечно, непередаваемо. Приловчился так же снимать с левой руки. Хотя раньше я этого не делал, мне всегда было удобнее правой. А тут получается, когда с правой стороны по ходу поезда снимаешь, то держишься левой, а когда наоборот, то снимаешь левой, держишься правой. И были моменты, когда лучше снимать с левой стороны, там какой-то вид интересный или ракурс. И так пришлось себя заставить выйти из зоны комфорта и в разных точках снимать, с разными руками, с разных ракурсов. В общем, как видеооператор я тоже приобрел дополнительный опыт. Отправляюсь в путь. Спасибо этому месту за то, что меня приютило. На часах уже полседьмого. Временами начинает моросить дождь. Поэтому будем двигаться к вокзалу. Начался дождь, но я уже быстро научился распаковывать плащ и иду под дождем в плаще. Какой пейзаж после дождя. Кроссовки промокли, зато остальное все сухое. Удивительно. Сейчас иду и даже не чувствую тяжести рюкзака. То ли он полегчал, то ли я натренировался, то ли хорошо отдохнул. Ну, в принципе, из 12 яблок, которых я брал, осталось одно. Так что все-таки вес уменьшился. Ну и плюс водички меньше стало. Но все равно так легко идти. Может еще дождь дал свой эффект. Освежил. Те 12 больших яблок, что я брал из дома, весили примерно 2,5 килограмма. Но ощущение, что рюкзак стал намного легче. Подумал, уж не забыл я чего-нибудь тяжелого на полянке. Но внимательно осмотрел. Все вроде на месте. Итак, по итогам моего похода можно сказать, что я прошел через 5 лесных тоннелей, встретил 6 змей и пересек 28 мостов. Если, конечно, не сбился со счета. Но в любом случае, такого количества вышеперечисленных объектов я больше нигде не встречал. Ну и теперь уже точно прощай, поездок. Было здорово провести с тобой время. Подхожу к Антоновскому вокзалу на часах 19.40. До поезда еще более двух с половиной часов будут сушить ноги. Теперь главное только успеть добежать до своего вагона, потому что поезд стоит всего 3 минуты. И с какой стороны будет отсчет, не всегда можно угадать. Вчера был с головой. в сарнах. И снова я один. Вот такой интересный вокзал. почти всегда безлюдный. Здесь потрясающая акустика. Можно концерты давать. подъезжает поезд на Львов. Скоро должен подъехать до Киеву. Львовский еще стоит, а киевский опаздывает на 22 минуты. На 22 минуты. на 22 минуты. На 23 минуты. На 23 минуты. На 23 минуты. познаете знаете вы где бывали, где собираетесь или мечтаете побывать. Мне это будет очень интересно. Задавайте вопросы. Постараюсь ответить по мере своих сил, возможностей и опыта. Желаю вам здоровья, удачи и столько свободы, сколько вы сможете унести. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова